Здравствуйте, уважаемые зрители канала Баланс ТВ, с вами Дмитрий Чигаев. Так часто мы говорим, что руководить людьми, коллективом или руководить даже в семье не так-то уж просто. А подчас обыватель часто критикует руководителей, руководителей разного уровня. Но каково руководить творческим коллективом? Каково руководить целым оркестром? Есть ли какие-то аналогии между руководством в мире, руководством в семье и руководством творческим коллективом? Об этом мы сегодня беседуем с нашим дорогим гостем Виктором Ивановым, российским дирижером, народным артистом Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый день. Почему вы выбрали вот эту профессию дирижер? Это что, амбиции какие-то были с самого вас детства? Руководить кем-то? Нас к этой профессии подготовили с самого детства. Почему? Нас это целое поколение, вы сейчас имеете в виду? Я сейчас скажу вам, почему нас. Значит, я попал в 52-м году в Московское Суворовское военно-музыкальное училище. И вот там нас готовили на поприще дирижера. Почему? Потому что весь почти наш выпуск шел на военный факультет Московской консерватории. Нас готовили к этому. Ну, нас готовили так хорошо, что многие после окончания училища поступили в МАИ. Многие поступили в Московский государственный университет на Ленинград. То есть дирижеры пошли в авиационную... Они не дирижеры. У нас общая подготовка была. А, общая подготовка. Общая подготовка была, да. А большинство нас шло именно на военно-дирижерский факультет. И мы шли как бы туда без конкурса. Потому что у нас был такой уровень, что с нами соперничать очень было сложно. У нас были очень прекрасные руководители там. Очень прекрасные. И когда... Вот последний курс... У нас же был оркестровый класс в нашей учебной программе. И когда мы сидели в оркестре и вставал у нас выпускник последнего курса, там, десятиклассник, перед оркестром вставал, и что-то такое дирижировать, у нас трепетала душа. И мы хотели тоже быть на его месте. Но не все это допускали, естественно. Допускали только такие таланты. И вот после этой подготовки большой нас обычно направляли на военно-дирижерский факультет. На военно-дирижерский факультет это, в общем-то, очень серьезная, очень серьезная подготовка, музыкальная подготовка. Почему? Он назывался военно-дирижерский факультет Московской консерватории. Все педагоги, которые касались нашей дисциплины, музыкальной дисциплины, они были консерваторские профессора. У нас была военная кафедра, которая отвечала нашим армейским потребностям. В основном там были профессор Тимофеев, профессор Чукунов, профессор Николай Павлович Иванов-Раткевич, там и мой преподаватель Готлиб, а в то время дуэт Готлиба в фортепиано-дуэт была вершина всего. Он был мой профессор по классу чтения партитур и инструментовки. Вся кафедра инструментовки и чтения партитур, все они были членами союза композиторов. Все члены союза композиции. Вот такой состав был. И, конечно, там нас подготовили хорошо. Так хорошо, что многие выпускники стали профессорами консерватории, многие пошли в симфонический оркестр, многие стали возглавлять ансамбли. Не только военные ансамбли, но и хоровые ансамбли республиканского значения. Многие из них народные артисты, заслуженные деятели искусств, заслуженные артисты, профессора и так далее. Доктора наук, кандидаты наук. В общем, подготовка была очень серьезная. Вот такой путь мне пришлось пройти. Хорошо, но в самом начале пути какую-то цель вы ставили. И так остался неотвеченный мой вопрос по поводу того, что почему вы выбрали именно путь дирижера? Путь фактически руководителя, руководителя целым коллективом. Ну, я уже вам сказал, нас к этому готовили. Подготовили нас, чтобы мы были руководители. То есть это не ваш был выбор? Ну, мой выбор может быть такой. Я мог пойти в Московский государственный университет. Я очень любил историю. Я мог туда поступить. Но я не хотел поступить, потому что 7 лет отдав музыке и идти менять профессию другую, я еще эту профессию, как следует, не разобрался в ней, идти менять на другую профессию, мне не хотелось бы. Поэтому я говорил, что когда мы видели, когда старшеклассники становились за пульт, дирижерский пульт, у нас загорались глаза. Это вдохновляло. Мы тоже хотели этими быть. Может быть, у кого-то призвание было, может, у кого-то амбиция была, что-то такое. Но мы хотели быть дирижерами. Виктор, вы знаете, заговорили о дирижерском пульте. И на самом деле некоторые обыватели считают, что, так скажем, махать дирижерской палочкой это очень легко. То есть достаточно иметь хороший коллектив музыкантов, слаженный коллектив музыкантов. И, в принципе, любой, кто встанет за дирижерский пульт, возьмет в руки дирижерскую палочку, своим взмахом может извлечь гармоничный звук или целую композицию. Так ли это? Или что это вообще за труд дирижера? Так. У вас изначально было слово такое «махать». Да. Махать. Махать, может быть, и легко. Стоит на перекрестке милиционер сейчас, полицейский, и тоже растеркулирует движение машин. И красивый дирижер. Ну, раз посмотришь на него, это артист. Артист. Я не зря взял вот эту книжечку, которая называется «Дирижеры, дирижеры, дирижеры». Я ее написал не для публикации большого коллектива, я ее написал для своих студентов, где я преподаю в Институте культуры. Преподаю там. У меня класс очень хороший. Я для них это написал, потому что, чтобы они не искали из множества литературы то, что им нужно, здесь, в общем-то, все собрано. И здесь, в том числе, собрана и роль дирижера, каким должен быть дирижер, такое небольшое обобщение здесь. Большинство книг посвящено вообще биографии дирижерам. Дирижерской биографии. Здесь 351 дирижер находится, и оркестр. И предисловие к этой книжке, цитатки я взял, я неспроста ее взял, я взял изречение Рихарда Штрауса, который больше 50 лет простоял за пультом театрального оркестра и за пультом концертного оркестра. Он так сказал, «Даже если вы знаете, что дирижировать очень трудно, надо дожить до 70 лет, чтобы осознать, насколько это трудно». Я вот это написал, дирижеры большие, дирижеры поменьше, еще меньше, дирижеры большие – это великие дирижеры. Их не так уж много. Это талантище огромного значения, мирового значения. Немножко поменьше я взял, это дирижеры такие хорошие, талантливые дирижеры. И дирижеры самые маленькие – это дирижеры хорошие, но такие, знаете, знающие свое ремесло. Вы в какой строчке? Я в какой строчке? Я, наверное… Крупный, средний или помельчий? Я не могу быть наверху, я в этом отношении… Простите, это провокационный вопрос. И давайте все-таки вернемся к тому, что мы хотели обсудить. Какой это труд? Что это за труд дирижера? Простите меня за этот термин «махать» – это термин «обывательская среда». И поэтому хотелось бы как раз раскрыть этот момент, насколько это сложно. И действительно ли это сложно? Или это все-таки залог умения и способностей просто коллектива, которым руководит сам дирижер? Я вам приведу пример на Евгения Федоровна Светлана. Евгений Федоровна Светланов… Насколько это трудно, что это такое дирижер? Он окончил как пианист института имени Гнесиных. Потом он пошел в консерваторию, к Шабалину, и закончил там композиторское отделение. И после того, как он получил два образования, высокие такие, он пришел к Александру Светлановичу Гауку и сказал, я хочу быть дирижером. Он говорит, Женя, я твое произведение только неделю назад играл. Ты же великолепный будешь композитор. Ты прославишься как композитор. Он говорит, нет, а почему ты хочешь? Я хочу поднять все, все пласты русской музыки, которые начинает забывать. Он создал антологии русской музыки. Это огромнейший труд. Вы посмотрите, два образования, и третье образование пошло. И еще что, любил повторять Клавдий Борис Птиц, хоровой дирижер у нас, учитель своего Чеснокова, хорового тоже самого дирижера, любил повторять слова. Дирижером надо идти и учить на дирижера только тогда, когда закончишь консерваторию, и ты будешь на первом курсе знать столько при поступлении, сколько знает выпускник консерватории. Это значит труд. Второе. Как утверждает не только один товарищ наш, такой знаменитый товарищ, ну и многие такие дирижеры, когда приходили к Голованову Николаю Семеновичу, у него на полу лежали ноты, все партии. Он готовился для того, чтобы прийти в оркестр, быть подготовленным, чтобы меньше времени занимать на то, чтобы, значит, говорить там, вот это не там нота, это не там. Он сам каждую ноту выверял, в каждой партии. Он оставлял нюансировки, он оставлял штрихи с трудным инструментом. То есть дирижер знает партии каждого инструмента? Он знать, он обязан знать. Почему обязан знать? Я бы сейчас еще Николаю Семеновичу сказали, он, значит, дальше, Тосканиния ходит по городу, потом описывает его, ходит по городу, у него звучит в голове там симфония, допустим, Мальвера, какой симфония, звучит симфония, Берлез, Бетхоин, симфония. И вдруг провал. Он что-то такое забыл. Он бежит домой, достает лист бумаги партитурной и начинает вот это забытое писать по памяти. Он 10 раз приписывает до тех пор, пока вот это забытое не будет соответствовать партитуре. Он досконально все знает. Играет оркестр, Тутийное место, там ничего, Тутийное, ну что можно услышать, там общее, может быть. Он вдруг останавливает, говорит, а где второй игобой? А почему его тембры не слышно? Тембры не слышно. Да там эту ноту, ля, допустим, первая октава, играет 15 человек. Он услышал тембра капоя. Нет, тембра капоя. Это огромный адский труд. Прежде чем прийти к оркестру, надо, знаете, вот все, досконально выучить. Мало того, что выучить, надо прогнать через себя это все и что-то свое внести туда, не изменяя, естественно, не изменяя того, что написал композитор, но что-то свое, небольшое, какую-то ненуницировочку. Настроение. Какое-то настроение. Вы знаете, когда я, допустим, Калинингову первой симфонию учил, 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 я ходил там в лес, ну там, знаете, сейчас в лес грибочки собирался, она мне в голове все время сучит. Она все время звучит. Я засыпаю с этой музыкой, я просыпаюсь с этой музыкой, я ночью встаю, у меня она звучит все время. И она звучит до тех пор, пока ты не сыграешь концерт, один, второй концерт сыграешь, больше вроде бы эта симфония не нужна. Там годик и что-то. Оно через буквально там две-три недели вдруг ничего не стало. Удивительно просто. Ничего не стало. Допустим, я готовил Реквием Верди. Я сначала, когда мне сказали надо Реквием на радио, сказали, Реквием надо делать, я уже заснулся, Боже мой, Реквием, я никогда этого не делал. Это же страшное дело. Это целая одноактная опера. Я начинаю, я это прослушаю, я начинаю, и вы знаете, что интересно, значит, в этой, когда я уже все выучил, когда я уже все знал, и вдруг я услышал, который в 40-ом году на Римской площади играл этот трекер на улице, мне не понравилось свое исполнение, оно такое, какое-то для этих грубое было исполнение, и вдруг я услышал четыре такта, где поет дуэт сопрано и меццепрано это такие, которые я не слышал. Я думаю, боже мой, как же я не догадался от этого. Я себе это записал, подпетировал, приходят ко мне солисты Большого театра, Монсураза, Кострошвили, Нина Терентий приходят, Степанович из театра. Я начинаю, я говорю, вы не так, вы давайте вот так вот сыграем. Они пропели, ой, откуда вы это знаете? Откуда, как хорошо, вы говорите, сколько поем в Европе, мы еще не раз так не пели. Откуда вы это? Я говорю, да мне что-то приснилось такое. Я вот исконнее взял. Четыре тактов, понимаете? Это какой труд, надо перелопатить все, чтобы вот из всего этого, который идет час, допустим, 10, реквим идет, час 15 идет, где-то найти полминутки вот то, что не хватало для тебя в этом деле. То, что преобразит все. Да, это как Беконский говорит, изводишь единого слова ради тонны словесной руды, когда стихи сочиняют. Так и здесь то же самое. Виктор, 25 лет, четверть века вы возглавляли Кремлевский оркестр. Да. Многие музыканты, я полагаю, выросли на ваших глазах. Вы перечисляли, в общем-то, вы сами заслужены деятели искусства, РСФСР, и вы перечисляли многие, что вы знаете многих людей, которые, в общем-то, стали, достигли определенных высот. Что для вас оркестр? Является ли он вашей семьей? Какие чувства вы испытываете коллективу, которым руководите, которым дирижировали, тем более, столько времени, столько лет? Если оркестр не будет твоей семьей, у тебя ничего не получится. Значит, вы будете смотреть в разные стороны. А дирижер с оркестром должен смотреть в одну сторону, решать одни задачи. Я не могу передать свои чувства, свои намерения, которые я хочу, чтобы они были исполнены музыкантом, которые я им чужд, допустим. Они не будут играть так, как я хочу. Они сыграют то, что мне нужно только тогда, когда они почувствуют, что я для них как родной свой человек. Вот тогда своему родному человеку они сыграют то, что тебе нужно. Вы знаете, как получилось? Мы ездили на гастроли в Америку. так получилось, что мне попросили на два месяца ездить. Взяли дирижера, хороший дирижер, нам, говорит, нужен молодой дирижер. Ну, и так как два месяца, может все случиться, говорит, второго дирижера можно взять? Мне позвонили, говорит, Виктор Ильич, вы как, свободны в это время? Я говорю, да и свободен вроде бы. Говорит, не могли бы вы? Мне как-то неудобно стало. Я не главный дирижер, я какой-то помощный дирижер, какой-то, я сначала вроде как отказался, но меня попросили, говорит, хорошо, я вот целый месяц ходил на все репетиции, я все знал. Программа была огромная, зачем она нужна была такая программа, я не знаю, но огромная программа была. Значит, шесть или семь программ было вообще, если так-то разложить. Я все знал, но я ни разу с оркестром не стоял. И вдруг мы едем из Флориды, на автобусе, ко мне подходит, приводится, шеф, который взял оркестр, сказал, у вас на второй дирижер есть, пускай он завтра проведет концерт. Первым делом у меня немножко, так сказать, неприятно задрожали руки. Я же ни разу не репетировал. Потом я осознал, а для чего я здесь, если у меня дрожат руки? не надо было ехать тогда. Мы приехали в Атланту, поселились в гостиницу, я взял партитуры, а я говорю, а что будет? Третья симфония Рахманинова, рапсодия на тему погонения Рахманинова, Юра Розову играл, и три песни, русские песни Рахманинова. Я говорю, хорошо. Взял партитуру, успокоился, на следующий день я говорю, сколько мне даете репетиции? Они говорят, ну как положено, полтора часа перед началом концерта, чтобы немножко зал посмотреть, акустик посмотреть, и так далее. Я говорю, ну я-то, я говорю, полтора часа только чистой музыки идет, какие бы он разогрели сделать? Ну, значит, не дают нам больше. Ладно. Я прихожу, я говорю, Юра, ты когда завтра идешь разыгрываться? Он говорит, я за час обычно, я говорю, я с тобой еду. Мы с ним поехали, он там проиграл мне, я говорю, ты играешь, развинаясь, мы с тобой какие-то вопросы решили. Мы с ним на репетиции прогнали рапсодию для трех песен и Рахманинской симфонии времени не остается. Я единственное, что я сказал, оркестры, на меня смотрите, вот здесь вот стыки, вот так, 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 они говорят, выглянись, мы здесь так не делали никогда, мы так шли-шли, так медленно, я говорю, здесь идет гора, вот как вот здесь гора, гора идет в гору, и вдруг пошла, лавина пошла, снег пошел, лавина, вот такая должна быть, а вы медленно, тарарари, лавину, И внизу она успокаивается, вот пошла, пошла. И начинается опять начало возвращения к репеизе. Опять светлиться тихо, я начинаю из меня. Мы сыграли, обсудим на тему Паганини, спели мне три песни, второе отделение, третье симфония. Я настроен хорошо, я выхожу, и с первых тактов я почувствовал, что я владею оркестром. Это, знаете, это такое чувство, когда ты знаешь, что ты что угодно можешь делать, тебя послушают. То есть правильно только делать-то. Даже если неправильно будешь делать, тебя послушают. То есть я соединился с оркестром, у которых там 60 человек было, с каждым соединился с этим оркестром. Они на меня смотрели, я не знаю, как на Тосканини смотрели, какой-то на Диву смотрели. Мы провели это дело, концерт. Я вышел, и когда оркестр начал выходить, каждая женщина, сидящая в оркестре, меня поцеловала в щечку. Каждый мужчина мне пожал руку. Спасибо. И через два года мы, тоже прошло такое время, что мы записывали музыку, испанскую музыку записывали. Так все, ну, ура. Ну, хорошо записали. И ко мне через две репетиции подходят, три женщины говорят, Викторович, а вы нас помните? Я говорю, да я вас в лицо-то вроде знаю. Мы с вами в Америку ездили, говорите. После того, как мы, говорите, исполнили с вами третий сифонер Ахбайдена, мы больше нигде не слышали такого исполнения. Вот понимаете, вот соединение, когда воедино соединяется все, и музыка, и дирижер стоит, знающий, они видят, что я знаю, все, каждый знает партию, и музыканты, идет сильнейшая отдача. И зал, конечно, встает и аплодируется. Скажите, вот чтобы коллектив принял руководителя, принял дирижера, что нужно? Положение дирижерское или знания, о которых вы говорили, опыт, внутренний настрой, отношение к коллективу. Что должно быть? Вот где этот секрет, который позволяет соединиться так с коллективом и вести его за собой? Вести его настроение за каждым взмахом своей руки? Может быть, он кто-то обидится, я уж не знаю, кто-то вспомнит, не вспомнит. Ну, это давнешние дела были тогда, наверное. Значит, здесь так получилось, что спросили у скрипача, у концертмейстера, вторых скрипок, оркестра Светланова. Один на день там у нас было три человека. Он говорит, ну, что у вас там, Евгений Федорович, как? Он говорит, Евгений Федорович? И пошел на него. Да это же такой секрет. Ну, как он стоит за пульт, мы ему все прощаем. Стоит за пульт, ему все прощает. Это, знаете как, стоит, что бы ни было, у корабля, у кого стоит рулевой, который держит все в своих руках и знает, что он делает. Что он делает, ему все могут простить, какой бы он там не был бы. Ну, естественно, естественно, держор должен иметь хороший контакт с музыкантами. Нельзя быть деспотом, деспотом, да? И что к тебе люди так... Хотя Майлера хотели даже избить в свое время. Он до того замучил музыкантов. Ну, они не делают то, что он хотел-то. А он требовал от них то, что он хотел-то. Они, нет, а вы вот привыкли вот так вот. Но вы не доходили до этого? Нет, вы до такого не доходили. Но, наверное, бывает. Авторитет, это огромнейшее дело. Авторитет от того, что... А военным оркестром легче руководить? Как вы считаете? Знаете, легче. Больше дисциплины. Почему? Там сказал нет, значит нет. Потому что творческая среда-то она такая. Нет режиссера, будут свои еще. Многие контраргументы. Среди военных тут проще? Или этот режиссер? Знаете, я вот всегда привожу пример своим студентам. У Рихарда Штрауса отец был. Великолепчивый волтернист. Он самогулочкой почти. Его все боялись. Его Вагнер боялся. Его боялся Ганс фон Белов. Пианист величайший. Этот вообще мало такой химный, что он всех не так делал, что так далее. И он все время болел. У него такое изречение было. Дирижеры, вы говорите, бойтесь нас. Вы только выходите на сцену, мы уже знаем, кто вы такие. Вы только стали за пульт дирижерский, мы уже знаем, кто будет оркестом руководить. Вы или мы. Вот и весь сказ. Еще один момент, который я бы хотел с вами обсудить, это вопрос личностных качеств. Вы часто несколько раз уже сегодня проговорили относительно знаний, относительно серьезности отношений режиссера, необходимости серьезного отношения режиссера к партитуре серьезного отношения, к своему делу, мастерству. Но каковы личностные качества, каковы должны быть требования к себе, как к человеку, нравственные требования, может быть, духовные требования, как вы это воспринимаете, переживали ли вы какие-то такие искания, либо, может быть, поиски, которые были в вашей жизни, или реализации, которые приходили в вашей жизни. У каждого человека есть своя профессия, которую он любит или не любит. Хорошо, когда он любит свою профессию. Тогда он этой профессии отдает всего себя, не жалеючи. В том числе и дирижер. Он не жалеет себя. Он день и ночь может заниматься одной петурой. Я вам сказал уже, в голове звучит одна и та же музыка. Казалось, зачем она мне нужна, эта музыка? Ну, я встану, я ее знаю, я встану завтра, а дирижер... Нет, она тебя не покидает. Она тебя не покидает. Для чего каждый день вставать за дирижерский пульт? Для чего, вот для вас, может быть, перейдем, может быть, к личным переживаниям, вот из раза в раз возвращаться в зал, видеть глаза зрителя, ощущать их взгляд своей спиной, и видеть каждого и слышать каждого музыканта, который перед вами? А это 50, 60, 90 человек в оркестре. Для чего? Я же вам сказал, это профессия. Там нельзя сказать, для чего это твоя профессия. Ты ученый, физик, ученый-химик. Для чего ты мог пойти по машинистам и водить паровоз? У него, он ученый-химик. У него это нравится, его профессия. Также и дирижер. Если бы не нравилась профессия, наверное, дирижер бы шел куда-нибудь в другую. Например, нравилась профессия, не нравилась. Архиповы Ирины Константиновны, да, но она все-таки не стала, окончив архитектурный институт, она ушла все-таки петь, была величайшая солистка мировая. Всю жизнь пробылся в Большом театре-то. Давайте зайдем с другой стороны. Давайте. Мы заговорили и начали нашу тему с руководителями. Да. И бесспорно, дирижер, главный дирижер или художественный руководитель, о котором вы являлись, десятилетия к ряду является бесспорным руководителем. Руководитель должен чему-то учить, воспитывать своих подчиненных или, правильно можно сказать, своих подопечных. Какие качества он должен пестовать, какие качества он должен культивировать. Должен ли он на это обращать внимание, либо все внимание должно быть только на профессионализме? Значит, если дирижер имеет свой коллектив, а не гастрольный дирижер, если ты гастролирующий дирижер, ты никакого влияния на воспитательный процесс не окажешься. Да, понятно. Но если ты имеешь свой коллектив, естественно, должен воспитывать и вникать во все дела каждого музыканта. У каждого музыканта свое что-то есть такое наболевшее, своя радость, свое горе. Кто-то там, ребенок не доспал, он не выспался, надо вникать, не ущемляя того, что должно быть качественно, пройдено и... Но где-то в какие-то моменты надо... И, безусловно, знаете, я считаю, я считаю, что в любом оркестре, в любом оркестре, если хочешь добиться высокого качества оркестра, должна быть железная творческая дисциплина. Без железной... Вы посмотрите, великие произведения, то ли режиссера, то ли дирижера, от кого ходят, говорят, он деспот, он деспот, но какой он деспот? Посмотрите, что из его рук, из его подпирая, пирая, что у него выходит, какие высококачественные, высоконаравственные произведения. А другой, он свой парень-то, а что он дал, еще не дал, свой парень-то. Потому что у каждого есть свой характер, у каждого есть свое я, дирижер должен поставить так, чтобы его я было превалирующим, его я. Иначе без этого нельзя. Я думаю, что вы не раз принимали артистов, принимали музыкантов непосредственно в коллектив. на что вы больше обращали внимание? На то, что он знает, что он умеет, или какой он человек? Вообще, когда-то поднимался ли вопрос именно, вот я из раза в раз, но все-таки хочу получить от вас ответ по поводу качеств, личностных качеств человека? Или все-таки вы, как режиссер, смотрите на профессионализм? Первым делом, если он хороший человек, это не профессия. Если у него, он владеет своей профессией, хорошо. А если он хороший музыкант, вы можете закрыть глаза на все огрехи? На какие-то, на какие-то, но не на все. Если у него слишком много огрехов будет, через, через, могу там неделю, через, я его просить, скажу до свидания. Я, пример такой вот, что для меня, что для меня. Значит, чем выше уровень музыканта, чем выше, тем он, знаете, ответственнее подходит к своей профессии, я буду сказать, то будет скрипач, будет волторгист, кто угодно, ответственнее подходит, тем больше дорожит своей профессии, и он никогда замечания дирижера никогда не сделает. Это вообще такое нонс, если дирижер делает замечания, это ты не должен находиться в этом коллективе, потому что дирижер главный, дирижер за все отвечает. Твоя задача, твоя задача играть хорошо, а все остальное задача дирижера. Вы параллельно в разведке не служили? В разведке параллельно нет. Нет? Это Путин служил, а я нет. То я не могу ответ от вас получить. Или все-таки вас инструктировали, вы помните партитуру, которую исполняли, я думаю, даже очередность композиции, которые были 50-40 лет назад, которые вы исполняли в Соединенных Штатах. И у меня такое ощущение, что вы до сих пор помните все инструктажи, которые были перед поездкой за рубеж. А у них никаких сражений не было. Не было? Абсолютно никаких не было. Абсолютно. Ну что вы? Вас были уверены? Абсолютно уверены. Даже можно не сомневаться в этом. Тогда вы все-таки сказали, что есть какие-то качества, на которые вы не способны закрывать глаза и прощать, несмотря ни на какой уровень профессионализма. Естественно. Какие это качества? Ну, во-первых, которые вы не принимаете. Значит, если его поведенческие качества бывают такие, он может где-то что-то нагрубить, может сказать такое слово, которое он, ну, понимаете, даже по своему положению не имеет права говорить эти слова. В каких-то отношениях не было с ним. Может, ты вместе с концерторией учился вместе с ними. Но если он руководитель, ты не имеешь права говорить. Если он это говорит, значит, это качество не подходит для этого коллектива. То есть вопрос субординации не существует? Субординация это обязательно же, обязательно. Бывает, он ведет себя очень, так сказать, по отношению к другим, ну, я не могу сказать там, нагло, но ведет неподобающим образом. Ведет себя неподобающим. Это раздражает, коллектив весь раздражает. Начинаются создаваться какие-то нехорошие такие моменты, трения какие-то нехорошие это избегать этого, избегать этого. Потому что коллектив оркестр это единый коллектив. Если не будет единомыслия в этом коллективе, если друг другу будет кто-то кого-то ненавидит или ссориться, это будет тогда плохой коллектив. Не решишь тех задач, которые ставятся перед этим коллективом. То есть это действительно должна быть во всех смыслах семья? Конечно. Конечно. Безусловно. Можно ли сказать, что если нет гармонии в коллективе, то невозможно ожидать и гармоничного исполнения? Или это не всегда так? Можно заставить. Можно заставить. Если нет, можно заставить. Можно заставить. Знаете, как? Кстати, а что проще заставить или вдохновить? Лучше вдохновить. Заставить это в самый последний момент. Тогда если мы говорим о том, что и вы опираетесь на это, что дирижера коллектив должен принять как капитана, да, и это этика, это культура, принятие старшинства, то если нет гармонии у самого дирижера... Лучше не надо идти в коллектив. Значит, нам вот так говорили, когда мы учились, учились, да, и кто-то, допустим, немножко слаб был, там где-то слух у него, что-то такое, у нас был профессор Лярдин, по теоретическим предметам, он говорит, зачем ты сюда пришел, иди, вон там дворник, мети, ты будешь самым лучшим дворником во всем городе, зачем ты хочешь быть последним дирижером, не нужно, меняй профессию, она права. А что такое гармоничный человек, гармоничная личность? Трудно, наверное, во всем быть гармоничным человеку, во всем, где-то дисгармония все равно. Но факт-то трудно, да, вам как дирижер это особенно известно, потому что нужно сделать гармонию звука. Гармонию звука, наверное, может быть легче сделать, чем гармонию человека, гармонию человека сделать, да, ну, то, что все вот эти заповеди, так сказать, библейские, там, не убей и так далее, это относится и к морали, то есть гармония человека, гармония человека. Потом, вы знаете, гармоничность все развивается тем, что, допустим, дирижер, да, дирижер, да, если он будет только находиться в своей профессии, своей профессии, он далеко не уйдет, ему нужны побочные профессии, ему нужно хорошо знать живопись, ему нужно знать скульптуру, архитектуру, литературу, поэзию, надо знать, только тогда, обогатив себя это, какие-то исторические моменты, какие-то исторические, как можно, допустим, дирижировать оперы, допустим, мусоргского, Хованщина, не зная период этого Хованщина, как история, не зная это, как можно быть, или же, опять, такое же, как можно быть, реквингтонсом, я учил вот этот момент, либерами, доми, деморты, терны, дилы, илотримента, кварта, цели, момент, я вот этот момент учил, они же кричат, что вы поете, а мы так сюда поем, я говорю, как что сейчас, о чем-то речь идет, в латыни, о чем-то речь идет, освободи меня, господи, ну разве можно господи кричать, освободи меня, господи, молись, молись, проси, освободи меня, господи, или у Кастальского, есть братское поминовение, там на четырех языках, и там есть, ореоза, такая матери, ореоза матери, и, пришла солистка, очень хорошая солистка, начинает петь, я говорю, что ты поешь? Она говорит, мелодия красивая, я говорю, слова какие? А я не знаю, я пою на латыни, я говорю, слова переведи меня, о чем ты поешь? Я говорю, ты поешь о том, что мать скорбит о всех сыновьях, там же на четырех языках написано, и о немцах, и о славянах, и о всех этих сыновьях, которые погибли в войне, она скорбит, а ты радуйся. Она говорит, да, а я, говорит, не знала. Однажды такой момент у меня был, значит, что такое мое французское, я дирижировал, и была Ирина Константиновна Архипова, и где-то я что-то такое напортачил там. Она подходит ко мне, говорит, молодой человек, прежде чем брать что-то такое французское композитора, надо выучить французский язык, чтобы знать, о чем поется в этом деле. Тогда, говорит, ты проникнешься. Поэтому, вот эта гармония, вот я говорю, обширность вот этого всего знания, это, конечно, помогает. Не зря же ведь, не зря, вот композиторы, дирижеры, там, Хейсенковы, Малько и так далее, они заканчивали философские факультеты, университеты заканчивали. Они потом пришли уже, то есть у них уже большие знания были в этой области, и они потом пришли в музыку, эти знания, то есть важна осознанность в каждом действии, в каждом прожитом моменте. Как осознанность должна быть? Вы упомянули о молитве. Да. Я не могу вас не спросить. Часто артисты, музыканты, признаются, что выходя на сцену, они молятся Богу, или обращаются к высшим силам. У вас есть эта практика? Вы обращаетесь к кому-то, когда выходите на сцену, или понимаете, что перед вами определенное испытание, которое нужно пройти? И если да, о чем вы молите? Если присутствует, конечно, молитва о вашей жизни? Опять же, пример жизненный. Значит, нам, находясь в президентской оркестре руководителем, нам дают команду. Президент едет выводить наши войска из Германии, вы вместе с президентом едете. Оркестр едет. Я говорю, что нужно? Шевченко, Александр Николаевич, протокол ввел. Я говорю, Александр Николаевич, что нужно? Он говорит, сделайте программу на минут 10-12, не больше. Там после речи президента надо будет выступить. Хорошо. Вот пригласили Обрастову. Елену Васильевну пригласили. Она из пела из Орляндской девы. Пела. И Анна. Значит, пригласили ее. Ну, отрепетировали, приехали туда. Выступил Коль выступил, оркестр филармонический, берлинский выступил, Эггмонт поддерживал. Выступил Борис Николаевич. Мы вышли. Как мы только вышли, нам зааплодировали. Почему зааплодировали? Все по фраку вышли. А мы вышли в белых смартфонах вышли. Сразу какой-то светлый петон. И перед тем, как выйти Елена Васильевна, она начала молиться и читать молитву. Я говорю, Елена Васильевна, вы боитесь вроде бы. Вы все знаете. Она говорит, такой фраза сказал, вы знаете, выходя на сцену, только дураки не боятся. Остальные все переживают. И я видел очень много артистов, которые выходили на сцену, действительно, молились, спросили, о чем они просили. Это они их делали. Но я не прошу ни о чем. Я не прошу ничего. Почему? Потому что я сам крещеный, как все бабушки нас крестят независимо от родителей. Родители уезжают, а бабушки здесь крестят. И меня крестили тоже в свое время. Я крещеный. Даже учил молитву. Почему? Потому что когда мы садились за стол, я еще свое прадеда помню. Он садился за стол впереди всегда и пока не станет не помолиться, не отведывает кушания никакого. Я тоже сюда. Потом это все ушло. Это все ушло. Здесь что-то другое было. Я, как говорят многие говорят, у каждого свой Бог в душе находится. Откровенно я откровенно я. Я не хожу ни молиться, ни молитвы не читаю никаких. Я их собственно не знаю, кроме отчей нашим. Потому что общепринятое дело. В храмы я хожу только-только в храм. Очень редко и то, потому что мне моя бабушка сказала ты хоть мне иногда свечек поставь. Я когда пришел первый раз я не знал куда свечкой ставить. расспросил мне сказали вот так так. Сейчас я редко хожу в храм Христа Спасителя и то в нижнюю часть его. Я беру три свечки. Одну свечку поставить, чтобы так ставлю Николаю чудотворцу почему. Потому что в избе у бабушки в красном углу была Николая чудотворца икона и лампада горела. И она остановилась на колени вечерковно и молилась. Она молилась, она что-то тоже просила, она шептала. это так было теплота исходила от этого. От того, что она просит, что-то такое просит, молится. Она не за себя просит, она просит и за внука, и за это. Она все время упоминала свою маму. Мамуля, мамуля, бабушка моя мамуля свое вспоминает. Это было не по себе. А сейчас я только сознаю, что мать основное самое главное. И ставлю свечку Смоленской Божьей Батери. У меня стоит икона, в общем, много в доме. Некоторые думают, что я человек верующий. Человек верующий, почему, иначе, зачем эти иконы? Одну икону мне подарили мои студенты из Смоленска. Они окончили в одной скале покончили, это ваша будет хранительница эта икона. Поставь ее, я хорошо поставлю. Остальные иконы, вы знаете, я как-то прочитал в журнале философские вопросы, философии, прочитал статью Бориса Викторовича Раушенбаха, где он говорит о Триединстой Пресвятой Троице. Меня это так заинтересовало. Я думал, в чем же это Триединство заключается? Я нашел его книги, и начал читать. Начал читать. Я прочитал все, что возможно. Оказывается, он впервые нашел Триединство, доказал, что это действительно существует в мире, в практике, в том числе существует и в физике, где угодно существует, и в механике Триединство. Он прочитал священно-вседовый доклад, который фурор произвел. Наконец-то мы поняли, что действительно существует Триединство. Еще добавил в практике святость и животворность. И я начал собирать иконы, Троице иконы. Я начал собирать Ветхий Завет и забирать Новый Завет забирать. Они разные. Почему они разные? Один будет ангелы идут, а у других стоит Бог-Отец с бородой, с крестом стоит Сын и голод летает. Они не могут быть с бородой ничего, потому что они находятся в Вечности, в Вечности времени нет. Все течет бесконечно. Там нет ни людей, ни мирской суеты. Там нет ничего. Там Вечность находится. Они не исполнили. И вот я так начал собирать иконы Божьей Матери, потому что я узнал, где пять икон Божьей Матери. Это хранительницы нашей России, хранительницы Москвы. Я их собрал. Мне интересно как история. Я вовсе как неправдоксальная может и фору до нашего дома вдруг построили церковь. Я когда выхожу на балкон, передо мной крест находится. Православное крест купол крест где-то в 20 метров. Что такое я не знаю. Ну я никогда я знаете когда я не молюсь ничего но когда я знаю вещь когда я уверен в вещи мне молиться не надо. Я надеюсь на себя. знаю что оркестр отрепетируем и оркестр знает что такое бывают какие-то ошибки бывают что такое но когда все знаете я выхожу абсолютно уверенно в том что делаю и что интересно интересно что вот здесь у нас такая уверенность в себе и импровизационность что ли какая-то не вот особенно на гастролях когда вы 30 концертов одну и ту же программу играете вот два раза сыграли так вот третий раз обязательно что надо сделать такое что оркестр оркестр интересно они выходят и говорят что завтра будет не знаю какое настроение будет то что будет они готовы принять все что ты можешь дать это я человек неверующий но я говорю вот я бываю раз в храме христиан спасителя в основном нижней церкви спасибо вам большое дорогие друзья у нас в студии был Виктор Иганов эльтерижер народный артист российской федерации заслуженный деятель искусств РСФСР спасибо вам за эту беседу а мы сегодня говорили о том как руководить коллективом не просто коллективом а как руководить музыкант творческим музыкальным коллективом и что такое профессия дирижер какие закулисные закулисные тайны скрывает эта профессия с вами был Дмитрий Чигарин до новых встреч на канале Баланс ТВ до свидания В эфире Добрые новости В наш Добрый магазин поступили особенно добрые товары Теперь у нас столько доброты что мы готовы поделиться ею со всем добрым миром Добрые люди приходите к нам в Добрый магазин за добрыми товарами Добрые книги Добрые специи Добрые семинары Добрая косметика и Добрая Аюрведа ждут своих добрых покупателей А для Добрых оптовиков у нас действительно Добрые скидки Позвоните нам по Доброму телефону 8 926 390 07 82 или заходите к нам на Добрый сайт www.dobrodefeatshop.com Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...